ребята добрый вечер вы на канале справедливость за добром и сегодня у нас с вами будет прямой так сказать не прямой эфир а сам эфир на тему которую мы сегодня с вами будем беседовать это насчет нашего двора по которой находится по улице рязанска ну то есть про свой личный двор значит вчера ребятам был инцидент который возникал значит ситуация в том было то что мне вчера буквально часов 19 около 20 был написан комментарий под моим видео которое вы увидите так сказать на изображении и ну то есть комментарий который вы увидите в конце моего видео эфира все все ну то есть вы этот комментарий сейчас ну я вам сейчас его презентую вы его сейчас увидите и вот вы ребята увидели комментарий который написал данил флешко значит как все было значит когда я ну то есть так сказать работал над монтировкой видео мне поступил комментарий на ютубе с тем то что написано матом чтоб я не снимал больше под видео которое я помните снимал деньги да то есть презентацию большину фальшивых денег для выловки преступника и когда ребята я увидел этот комментарий меня это очень возмутило вроде никто мне давно уже не писал комментарий никто ничего не говорил и я решил пойти разобраться с этим так сказать человеком я уже по фамилии сразу понял кто это написал и обратился к каким пошел я на разбирательство насчет этого комментарий что мне объяснил и каким и другие ребята таким и другие ребята объяснили тем то что когда флеш данил флешко гулял с ребятами мальчик никита я не буду разбираться искать этот мальчик никита что сделал свою очередь пока этот самый данил флешко гулял со своими ребятами он написал комментарии то есть подставив его и получается когда мне флешко данил флешко все рассказал и я ребята ну то есть сначала не понял но я ребята все понимаю но человек может сомневаться я не верю данил флешко потому что по сути как я по ним вижу ситуации один говорит что я ненормальный 2 говорит что у меня дурацкий ну то есть канал это что на дурацкие видео и я с этим оспаривать не буду и ребята и потом знаете чем заканчивается вся эта так сказать проблема с тем комментарии тем то что когда я заложил ну добавив его в черную черный список и выложив его комментарий на своем социальном странице инстаграма что презентовать его другим пользователям и чтобы сделать вывод в том то что человек виноват и то что человек должен понести наказание и пусть он перед другими пользователями ответить зачем он вот этот комментарий написал заканчивается ребята тем то что когда вот эта запись была же инстаграме подключились а его ребята ребята его защитники начали мне угрожать тем то что со мной расправиться то что выложит мое обнаженное фото то есть под специальным редактором они он меня отредактирует то есть вот это данил флешка он возьмет фотку мою с инстаграма вырежет мое лицо возьмет обнаженное тело в интернете и приклеит мое лицо к этому обнаженному телу и выложит в социальном сети и ребята потом я когда сказал то что ну если ты флешку это сделаешь я обратился куда следует милицию прокуратуру и выше инстанции он сказал то что я не имею права вылаживать его кондициональные данные то что я не имею права ну то есть показывать это всем пользователям с тем утверждением то что это его личные данные я ему ребята объяснил то что ты мой уважаемый данил флешку натворил так сказать нарушил правила моего канала я предупреждал ранее на видео то что если я увижу подобный комментарий с матом от кого-то из пользователей или от кого-то из подписчиков я добавлял черный список и блокирую он все это время пока я ему делал замечание он игнорил меня он ребята игнорил меня и чем закончилось вот это его игнорирование тем то что он начал делать свое дело начал мои фото редактировать в итоге мне он предупреждением прислал в инстаграме ну да в инстаграме под его же аккаунтом и указано было ну то есть он при не прислал мне фотографии обнаженного тела или предупреждение что если я не удалю он был ну выложить с моей фотографии специальным через специальный редактор от редактируя выложит его во всем социальным сетям и ребята мне не понравилось то что он ну все это время был на своей волне ну то есть не с ним нормально не слушал меня и когда я ему сказал что нужно за свой поступок ответить так он начал мне идти как бы в конфликт со мной конфликтовать в итоге он сейчас со мной конфликту сейчас он подключать своих ребят которые хотят со мной расправиться это 1 2 они уговаривают меня тем то чтобы я удалил и пытается меня ввести против закона я против закона не пойду я как прокурор должен эту проблему так сказать закрыть раз и навсегда если человек виноват он и виноват он и будет отвечать за свой поступок и когда так сказать я начал дело это брать под свой личный контроль ему конечно же это не понравилось он начал против меня настраивать влада косяченко на то чтобы просить его воспользоваться моей телефонной информации и удалить личные данные то есть его личные данные и ребята закончилась тем то что он развел меня он настроил против меня влада косяченко он попросил его чтоб якобы он зашел на свою же страничку но вместо своей страничке он заблокину как бы удалил вот это фото с вот это и так сказать инцидентом с комментарии ну то есть чтоб удалил его из списка вот этого нарушителей то и ребята я какой вывод сделал я дальше не буду подробнее рассказывать ну то есть что дальше было дальше там уже было хуже дальше мне этот пытался на меня руку поднять флешку данил пытался на меня высказаться все свои мнения высказать свои претензии недовольствие и в итоге закончил с тем то что он свои претензии начал высказывать сейчас ребята значит ребята мы с вами какой вывод сделаем против него против даниэля флешка значит человек должен быть наказан и вот это личная информация чтобы знали она будет размещена на всех социальных сетей мне жаль очень тех кто его поддерживает кто хочет против него защититься ну то есть все ну чтоб его защитить мне очень вас ребята тех кто за него заступается жаль но есть закон определенных за который должен он отвечать свои поступки и за свои так сказать шутливые ситуации нужно отвечать и ребята не только преступник должен сидеть за какой-то так сказать убийство специально но и даже если человек пошутил все равно он будет отвечать по закону за то что он натворил и мне очень ребята жаль жаль ну давайте ребята мы сделаем с вами теперь следующий вывод значит следующее у нас будет с вами эфир на завтрашний день следующий эфир нас будет с вами завтра этот тема у нас было насчет флешка с вами был руслан и всего хорошего